Всем привет! Меня зовут Инесса. В этом видео я хочу вам рассказать и показать, какие вещи стоит покупать в Тунисе, что стоит везти домой. Хочу поделиться с вами немножко тунисскими рецептами и думаю, что вам это видео всем понравится и вы получите новую для себя информацию. Начну я, наверное, с одежды. Это платье они называют джеба. Можете вы увидеть ее как в длинном варианте, так и в коротком. Смотрится это очень красиво. Девушки одевают его в хамам, ходят дома. Также на улице. Я, допустим, люблю одевать это на улицу. Смотрится очень красиво, интересно. Такое платье стоит недорого. Стоит всего лишь 20 динар. В Тунисе живут очень много евреев и это они приняли от них к себе в культуру. И вы можете увидеть это и на дверях, и на платьях, и подвески, кулоны. Все это будет 5. Это как бы от сглаза, защита. Поэтому они любят употреблять это в своей культуре, в своих традициях. Чтобы вам показать посуду. Идет ручная роспись. Разные размеры. Вот это вот маленькая чашечка. Здесь вот идет такая вот поглубже чуть-чуть. Можно увидеть очень красивые рисунки. Можно увидеть и желтые, и зеленые тарелки, и красные. Но нашей семье почему больше нравятся голубые? У нас в основном голубые тарелки. Субтитры сделал DimaTorzok Я привозила в Алмату несколько таких тарелочек. И в общем вся моя семья, друзья были в восторге от таких тарелок. Очень классно. Они по себе очень тяжелые, весомые. Будьте осторожны, чтобы у вас не получился перегруз в аэропорту. Для любителей парфюма есть очень такие популярные места, где продают парфюм на разлив. Для любителей сладкого и разных восточных сладостей я советую приобрести вот такие вот печеньки. Если вы находитесь в Тунисе осенью, и вы попадаете в сезон гранатов, то я советую вам приобрести гранаты. Гранаты здесь идут очень сладкие, очень вкусные. Просто нереальные. У нас они идут такие кислые. Поэтому советую вам приобретать гранаты, везти их с собой. И хотела бы вам показать варенье, которое варит моя свекровь из гранатов. Оно очень вкусное, оно очень сладкое. И немножко, немножко напоминает щербет. Количество гранатов, не знаю сколько, ну может наверное 10 гранатов или 15 гранатов. Зернышки вы очищаете. 4 чашки сахара. 2 таких же чашки воды. И все это заливаете в гранат. Ставьте в кастрюлю, кипятите. И доведите потом до... Также она в конце варки ложит уже арахис. Такие вот орешки. В маркетах вы найдете очень много вот таких вот баночек варенья, джема. Я приобрела вот такое вот инжирное варенье. Вот так вот выглядит инжир в свежем виде. Незасушенном, как мы его привыкли видеть. И сейчас мы попробуем с вами на вкус. Если честно, я даже не знаю как он будет в плане варенья. В общем внутри выглядит он вот так вот. Сейчас я вам скажу, какой будет вкус. Выглядит оно такое... Желто-коричневое. Вкусное варенье. Прям как будто настоящий свежий инжир. И последнее, что я бы хотела вам показать. Это идет шемия. Наподобие нашей халвы. В общем наша халва идет сладкая. А это совсем такой немножко другой вкус. Горьковатый. Внутри выглядит оно так вот. Сейчас мы с вами это попробуем. Все. Покажу как они это кушают. Берем с вами финик. Разрезаем. Разрезаем. Вынимаем мы отсюда косточку. Берем немножко сливочного масла. Ложим вот так вот вовнутрь. И немножко вот этой вот шемии, немножко вот этой халвы. Ложим вот сюда вовнутрь. И получается у нас вот такая вот с вами красота. Это просто нереально вкусно. Они это кушают на рамадан. Я думаю, может быть с обычной халвой это тоже получится довольно-таки неплохо. Правда будет очень сладко. Ну и конечно же, хотела бы вам посоветовать приобретать финики. Финики здесь выглядят очень красивые. И вы можете их купить на веточке. Финики на веточке. Это настолько смотрится натурально, как-то экзотически. В общем, советую вам всем покупать финики. И если вы купите целую ветвь фиников с оазиса, то положите его в салфановый пакет и привезите к себе домой. И, кстати, насчет фиников. Я как-то в Алма-Ате после Туниса угостила своих знакомых финиками. И вот эту косточку они положили в горшочек от цветочка. И вы не поверите, финик зашел. Появилась такой маленький росточек, маленькая пальмочка. В общем, если вам понравилось это видео, если вам понравились продукты, которыми я с вами поделилась, то поддержите меня мощным лайком. Напишите мне в комментариях, понравились ли вам мои рецептики. Всем хорошего настроения и всем пока-пока!